В некоторых СМИ начали спекулировать на тему о готовности Якутии вновь вернуться к стройке карбамидного химзавода. Вот они, заголовки прессы, фразу выдернули из контекста на недавней пресс-конференции Егора Борисова на площадке «Россия сегодня». О чем речь шла на самом деле и какова в целом позиция республики по работе с инвесторами, разбиралась наш корреспондент Розалия Борисова. После пресс-конференции Элдарханов в Москве в СМИ появились материалы с громкими заголовками о карбамидном заводе. Дискуссия, которая в свое время захватила всю республику, вновь стала обсуждаться. Но на этот раз авторы решили в проблеме не разбираться, а ее создать. Вопрос о строительстве завода действительно задали на пресс-конференции. Это был представитель Ростеха. И вот как звучала полная версия ответа Егора Борисова. Наверное, почувствовали, насколько серьезно и очень болезненно относится общественность республики к тем или иным проектам, которые неподготовлено представляются к рассмотрению. Поэтому сегодня мы, правительство республики, не против рассмотрения любого проекта, любого проекта, в том числе и в этом направлении. Но при этом мы должны вместе, прежде всего, идти в народ, в общественность, и объяснить, и убеждать, доказывать, что этот проект не влияет на экологию, не влияет на здоровье людей. Если мы это убедим, докажем, то мы этими делами будем дальше заниматься. Вы прекрасно с общественностью Оленюкского района, Аннабарского района, как бы поработали, убеждали, доказывали, и они пошли к вам на встречу. Это намного сложнее проекты и редкоземельные, чем, например, газовый проект. Но по газовым проектам у вас не получилось. Я думаю, совместными усилиями, если проект будет серьезный, то мы будем, конечно, работать с общественностью. Поэтому нам главное почувствовать ответственность перед людьми. Ну а если допустить, что Якутия все же вновь решит рассмотреть вопрос о карбамидном заводе, порядок будет тот же. Позиция республики, она сохраняется прежней. Любой инвестор, который реализует проект на территории республики, обязан максимально раскрыть технологические вопросы, вопросы экологии, работать публично с населением, проводить общественное слушание. И только после раскрытия всех вопросов и всех рисков, и также раскрытия моментов, которые будут минимизировать эти риски, и, возможно, реализация проекта. Подтверждением этих слов являются крупные промышленные компании, которые не первый год работают в республике. И, как показывает опыт в реализации масштабных проектов, мнение населения никогда не остается без внимания. Если говорить о положительных примерах, то их достаточно много на территории республики, как крупные корпорации работали с населением, раскрывали экологические вопросы. Та же компания Ростехнологии на Томторском месторождении очень хорошо провела работу, проводились общественные слушания, ставились датчики радиации. Население периодически регулярно информировалось о показаниях и так далее. Компания Таяс-Юрях нефтегазодобыча также в недавний случай, когда шел разговор о водозаборе, проводила активную работу с населением, рассматривались различные варианты. Корпорация предлагала, соответственно, брать воду только в период весеннего паводка. В конце концов договорились о том, что воду будут брать вообще из другой реки. То есть вот такая работа, она, в принципе, должна проводиться любым инвесторам и республика, соответственно, готова рассматривать проекты любых инвесторов, если они будут соответствовать всем экологическим нормам и требованиям. Помимо этого, в пример можно привести и Алмаза Анабара. Компания уже много лет успешно ведет совместную работу с населением. Сегодня промышленное предприятие гармонично существует, развивается в условиях Крайнего Севера. Такую же политику открытости и гласности ведет Роскосмос. Корпорация готова обсуждать и отвечать на вопросы общественности. Если взять в разрезе республики, все крупные предприятия готовы работать с населением и устранять проблемы. Иначе и быть не может. Таков порядок, таковы законы и требования Якутии. Розалия Борисова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем.